Всем привет! Меня зовут Виктория и я записываю этот видео-отзыв для Нелли Давыдовой, у которой я прошла консультацию. У меня был запрос «Долги и кредиты». У каждого человека, это, я не знаю, возможно, очень редко встречается, чтобы человек не имел кредитной карточки, чтобы его не тянуло что-то покупать, что-то приобретать или даже взять деньги. Для каких-то своих расходов. И я не исключение, я такой же человек, как и все, имея финансы, но одновременно использовала кредитные карточки. Ну, собираясь определенная сумма денег, и я, понимая, что если у меня есть долги извне, значит, я что-то задолжала себе внутри. Мы как творцы своей реальности, я как в этой теме уже нахожусь несколько лет, но, видимо, только сейчас пришло время мне самой себе признаться, что я себе творю, чем я себе задолжала и что со мной происходит. Но для этого мне нужно было обратиться к кому-то за помощью. И Нелли, я за ней долгое время наблюдала и видела, читала, видела видеоотзывы, какие изменения происходят у людей, какие осознания, что вообще с людьми происходит после того, когда они проходят у Нелли курсы, консультации, смотрят видео. И я не исключение. Пришло время. Вот внутренне, когда мы уже готовы, тогда все приходят. Финансы, ресурсы, все для того, чтобы у вас что-то произошло в вашем сознании. Потому что вы сами творите эту же реальность и сами притягиваете к себе нужных вам людей для того, чтобы что-то для вас самих понять и осознать. Так я обратилась к Нелли, потому что я не могла, у меня не получалось просто самой осознать, что же такого я себе задолжала, что я извне начала делать какие-то долги. Хотя в кошельке деньги все время есть, но это индикатор, что я вот сама себе что-то хотела показать, указать себе. И, конечно же, наш ум, я просто честно вам скажу, я на данный момент нахожусь в таком шоке. Я даже не знала, как это собрать все в слова, чтобы это на уровне ума объяснить, как это все происходит. Но я постараюсь. Те долги, которые мы видим извне, наш ум рисует как физические долги. И, что мы вот себе внутри что-то задолжали, но чтобы мы это поняли, мы извне, наш ум рисует какие-то жизненные ситуации. Например, из прошлого, что я где-то там в прошлом год назад, или два года назад, или пять лет назад взяла какой-то кредит. Но если я осознаю, что я нахожусь в моменте здесь и сейчас, и понимаю, что никакого прошлого нет, это мой ум рисует мне, дает мне как подсказки, как будто кредит извне, но это я самой себе показываю, что это я самой себе задолжала. Я задалась вопросом, что же я такого сама себе задолжала? Не могла понять, что я себе задолжала. Ну да, мы понимаем какую-то радость, искренность, открытость, делание того, что хочу, и не делание того, что не хочу. Но все равно, что именно здесь мне вот так же ум, как подсказка, вспоминается детство. Потому что нам всегда говорят, вспомните детство, что вам в детстве хотелось смотреть или танцевать, или что-то делать. Вот именно ту радость, которая у вас была в детстве, вам нужно эту радость как бы вернуть здесь и сейчас и начать это снова чувствовать. Ну и я задалась вопросом, что же я такого себе задолжала? И мне приходит на ум как бы воспоминание из детства, что я очень любила смотреть мультики разные. Когда-то в советские времена они не очень часто показывали нам по телевизору, и мне очень нравился мультик, ну погоди. Но в тот момент, когда я вот это начала вспоминать, как будто вот я себе уже дала подсказку, я задолжала себе, и вот здесь показано как бы на уровне мультфильма. Но если я понимаю, что никакого прошлого нет, это я сама себе, своим умом, своей какой-то как бы памятью, я самой себе, как бы воспоминаниями из прошлого показываю здесь и сейчас, что я себе задолжала. И я понимаю, что никакого прошлого нет, никакого детства не было, все происходит в моменте здесь и сейчас. У меня, как начало это осознание происходить, я начала смеяться, как маленький ребенок. Я начала понимать, что у меня уже все есть. И я себе извне только нарисовала долг, что я себе задолжала вот какую-то вот радость, искренность. И благодарю тебя, Нелечка, за то, что у меня просто, мы еще хотели какие-то шаблоны разобрать у меня вообще. Я ничего не могу, не получается ничего вспомнить. Я знаю, что я ничего не знаю. И вот в этом заключается в интересе, когда ты не держишься за старый опыт, а когда тебе интересно, а что будет дальше, а что будет дальше. И ты на данный момент как бы воспоминаниями вспоминаешь, что тебе нравилось, что ты хотел делать. Начни это делать, потому что прошлого нет. Ты творишь свою реальность здесь и сейчас. Это когда у тебя закрыты глаза, темнота, ничего нет. Но когда ты открываешь глаза, ты своими глазами, Бог через глаза, физическую реальность рисует тебе и показывает тебе то, что находится внутри себя. Так мы познаем себя. Это такой опыт, который словами не описать. Его это надо прочувствовать внутренне. Это такая радость. Это как будто ты рождаешься заново. Ты познаешь новый мир, запахи, цвета. Каждый человек тебе настолько интересен, потому что ты понимаешь, что это твое продолжение. Это частичка тебя. Нелечка, благодарю тебя от всей души. Благодарю себя за то, что пришло уже то время, пришел тот момент, когда я обратилась к тебе. Это к части себя. Когда я внутренне была готова познать себя через тебя. И если кому-то была нужна эта информация, возможно, переслушайте ее еще раз. Потому что я стараюсь собрать это как-то в слова, в предложение. Не знаю, насколько это у меня получилось, но это очень искренне. И я даже для самой себя буду не один раз это переслушивать, потому что мы такого опыта ждем всю жизнь. Благодарю еще раз. Люблю вас всех. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok